Приветствую, дорогие друзья! Рад видеть вас на канале Falcon Eyes, на курсе фотографии для начинающихся. Проходите, присаживайтесь. На этом курсе мы с вами научимся основам, Павел Владимирович, фотографии. Я хочу научиться красиво фотографировать женщин. У меня уже есть фотоаппарат. С чего мне начать? Интересный вопрос. Ну снимать ты можешь начать хоть прямо сейчас, но если хочешь получить хороший результат, то для начала тебе надо выставить освещение. У меня уже есть освещение. Подожди. Если ты будешь снимать накамерной вспышкой прямо в лоб, то результат будет не фонтан. Но если использовать внешние, правильно выставленные источники освещения, то ты получишь красивый светотеневой рисунок на модели. Павел Владимирович, так вот у вас уже есть вспышка. Я могу ее использовать? Конечно можешь, но сперва надо подумать о синхронизации. Сегодня я расскажу, как синхронизировать внешнюю студийную вспышку с вашей фотокамерой. Для работы мы будем использовать вспышку FalconEye Sprinter LED-300. Итак, есть три основных типа синхронизации. Первое. Синхронизация через световую ловушку по оптическому каналу. Второе. С помощью синхрокабеля. И третий. Самый удобный способ. По радиоканалу. Синхронизация по световому импульсу работает как от встроенной вспышки фотоаппарата, так и с помощью инфракрасного синхронизатора. Практически на каждой студийной или на камерной вспышке есть светоловушка. Она улавливает световой импульс, и вспышка срабатывает. Поэтому можно синхронизировать с помощью встроенной вспышки фотоаппарата. Это самое бюджетное решение. Правда, не во всех камерах встроенная вспышка присутствует. Например, у меня ее нет. Когда вы нажимаете на кнопку фотоаппарата... Свет. Включите, пожалуйста. Да, босс. Проблема известна. Проблему решаем. Девочки, пошли. Когда вы нажимаете на кнопку фотоаппарата, срабатывает встроенная вспышка. Ее называют ведущей. Внешняя вспышка, которая срабатывает от импульса, называется ведомой. В нашем случае это студийная вспышка Sprinter. Я понял. Вроде бы все просто. Я нажимаю на затвор. Вспышка срабатывает. Но кадр получается темным. Смотри. Вспышка обычно всегда работает в автоматическом режиме TTL. В этом режиме она дает несколько импульсов. Первый импульс пробный. Он замеряет экспозицию. А вот второй импульс уже выдает необходимую мощность на основе этого замера. Так вот, представь. Внешняя вспышка срабатывает на первый пробный импульс. А затвор камеры на следующий. Фотоаппарат делает снимок позже. Поэтому и фотография получается темной. Чтобы этого избежать, нужно всего лишь в настройках камеры перевести вспышку в ручной режим. При такой настройке она будет выдавать только один импульс. И проблема с синхронизацией будет решена. Если встроенной вспышки у вас нет, то вы можете установить внешнюю вспышку на горячий башмак фотокамеры. И уже в настройках самой вспышки выставить ручной режим. Но такой способ не подойдет для съемок на улице. Ведь будет мешать солнечный свет. А в помещении дальность работы будет 10-15 метров. Ну и стоит помнить о препятствиях, мешающих прохождению света. Например, стены или осветительные приборы, которые будут закрывать светоловушку. Еще не самая удобная сторона такого решения заключается в том, что встроенная вспышка всегда будет влиять на светотеневой рисунок и давать жесткую тень. В качестве бюджетного решения подобные проблемы можно использовать инфракрасные синхронизаторы. Они дают импульс в невидимом аспектре, который не отображается на фотоснимке. Зато светоловушка его отлично видит. Но только при условии прямой видимости. Павел Владимирович, а у вас случайно нет запасных батареек? А то в моем синхронизаторе, похоже, они сели. Слушай, нету. Но есть один способ синхронизации, для которого батарейки не потребуются. Провод почти всегда идет в комплекте со студийными вспышками. Длиной он обычно до 5 метров и подключается напрямую к вспышке камеры через специальный разъем. Он может быть разного типа, например, миниджек или PC. Если вы не обнаружите разъем на своей камере, не огорчайтесь. Вы можете использовать специальный адаптер, который устанавливается на горячий башмак. Но только если в вашей камере есть центральный синхроконтакт. Плюсы проводной синхронизации. Сам провод компактный, он лежит в сумке и ждет своего часа. Можно снимать на улице. Минусы? Собственно, ограничение по длине кабеля. Ну и третий способ, самый удобный. Это радиосинхронизация. Есть передатчик, который устанавливается на горячий башмак вашей камеры. Есть приемник, который подключается к вспышке через стандартный разъем. Такая система не ограничена длиной проводов, не боится паразитного света и не требует прямой видимости между вашей камерой и вспышкой. Единственный минус – у вас может сесть батарейка. Но как решить такую проблему, мы уже знаем. На рынке огромное количество радиосинхронизаторов. От базовых моделей с минимальным функционалом до навороченных устройств. Это тема отдельного разговора. Павел Владимирович, с синхронизацией все понятно, а вы не подскажете, какие настройки на камере-то выставить? А то сейчас фотографии получаются слишком светлые. Поставь ISO 100. Вспышка штука мощная, даже на минимальных значениях. Выдержку сделай 1,160, так как не вся фототехника работает на более коротких выдержках. Мощность вспышки поставь на 70%. Диафрагму уже по ситуации. Если будет слишком темно, открой диафрагму. А если слишком светло, закрой. На этом все. Надеюсь, было интересно и полезно. С вами был Павел Дугин и Falcon Eyes. Пока! Субтитры сделал DimaTorzok